Приветствую, друзья! Сегодня я вам покажу, как из старенькой и посредственной модели можно получить замечательную и сочную модельку. Хотя нет, я ничего показывать не буду, я просто буду смотреть и наслаждаться процессом. А показывать будет Владимир. Нет, не тот, другой. Владимир – опытный моделист. В качестве опытного образца будет выступать старенькая модель фирмы «Звезды» – вертолет Ми-24 в 72-м масштабе. Как выглядела коробка той старенькой модельки, никто уже не помнит, но я и не рекомендую вам ее искать. А кто захочет себе вертолет Ми-24, то советую вот такой вот. Тоже от «Звезды», тоже 72-й масштаб. Топовая модель за свои деньги, можно сказать. Здесь уже имеется и проработанный движок, и различное навесное вооружение, и в целом уровень детализации и стыкуемости на более высоком уровне. Такой верт вы себе сможете купить в интернет-магазине «Я Моделист». А что еще интересно, прямо сейчас стал доступен предзаказ на легендарный зенитный комплекс «С-400 Триумф». Также от «Звезды», также в 72-м масштабе. И на сайте «Я Моделист» в качестве подарочков к этой модели вы получите фигурки членов экипажа, краску защитного цвета от Pacific 88, и на выбор высокодетализированные колеса в приспущенном состоянии или полностью накачаны. Также скидочка на дополнительные дополнения к этой модели. И что самое интересное, как мне кажется, это 20% скидка на следующий заказ в этом интернет-магазине без ограничения срока действия. Например, собираете «С-400», потом в следующий раз можете взять «Арматку» на 20% дешевле. По-моему, круто. Также оформление предзаказов на «Я Моделист» открывает доступ для участия в конкурсах. Все подробности на сайте, а ссылочки будут в описании. И парочка слов об авторе модели. Владимир Покатилов – опытный моделист, который участвовал, причем успешно, в различных выставках и, кроме того, учится на пилота. Если заглянете на его страничку в Инстаграме, то увидите фото с полетами на настоящих самолетах. Ссылки оставлю под видео на всякий случай. Как говорилось, модель довольно старенькая, но имеются фото содержимого набора. Такая вот пожелтевшая инструкция и весь перечень деталей у нас на рабочем столе. Затея была не уходить в сильный запил модели, собрать, так сказать, искоробочный вариант и сделать акцент больше на покраску и внешний вид модели, которую, собственно говоря, планируется поставить на диорамку, которая будет изготовлена затем. Сборка традиционно начинается с интерьера, без него дальше никуда не продвинуться. Из дополнений, кстати, будут использоваться плиты для взлетки от ICM, которые станут части основания диорамы. Также были отдельно прикуплены декали с техническими надписями и опознавательными знаками под Mi-24 от фирмы Begemot. Довольно хорошие и качественные декальки. Какой вариант опознавательных знаков будет выбран, в конечном итоге, вы посмотрите ближе к концу видео. Собственно, по внутрянке была зачищена, подготовлена и покрашена кабина пилотов, кресла, панели приборов. Привязные ремни на креслах, кстати, изначально были отлитыми на самих креслах. Могу себе только представить, какой выдержки и терпения требовала прокраска всех этих циферблатов, шкал и стрелочек. Тем более, это 72-й масштаб. Также можно увидеть, что применялся метод сухой кисти для имитации потертостей некоторых частей внутрянки кабины. Кстати, а можно и мне такую крутящуюся руку, а то как-то неохота заказывать крутящуюся подставку с Алиэкспресса. Ладно, кабина в сборе, что дальше? Думаю, дальше будет транспортного отсека Mi-24. Хотя более правильно, наверное, будет сказать грузового отсека. Где, собственно, перевозились и грузы, и пассажиры, и десант. Да что угодно могло там перевозиться. Здесь автор решил добавить такой вот логотипчик от себя. И учитывая, какой сюжет и задумка предполагается для этой модели, какие-то сторонние надписи вполне себе могли быть на этой модели. Это уже верхняя часть отсека. Как видим, детали красились. Добавлялись какие-нибудь эффекты, зависимо от самой детали. Сколы, потертости, высветление. Наносилась смывка, эффекты масла. Сейчас у нас имеется основание, куда будет приклеиваться детали винта. Также отдельно работа проводилась и над другими деталями, которые удобнее красить отдельно и затем уже собирать в единое целое. По поводу самих половинок фюзеляжа мишки, то после покраски они были залакированы глянцевым лаком для последующего нанесения различных эффектов. Затем были масляные точки, с помощью которого имитировались различные эффекты износа, в том числе внутренней части грузового отделения. И также добавлялись различными цветами акрилов сколы. По итогу примерки узлов где-то еще подкрашивались необходимые части детали. Кстати, модель древняя имеет внешнюю расшивку, но тем не менее присутствует кое-какая клепочка, которая в свою очередь неплохо оживляет модель. Напомню, на той новой модельке, которую я вам показывал на новой коробке, там клепочки нету от слова совсем. И нету клепочки в модели 48-го масштаба в новом Ми-24. И наконец происходит стыковка всех ранее собранных узлов. Детали под винт, грузовой отсек в сборе, основание под кокпит и сама кабина пилотов. Это все было приклеено к правому борту вертолета. Ну и далее предстояло приклеить левый борт. Собственно говоря, это такая не баг, а фича старых моделей авиации, на которых часто густо имеются проблемы со стыковкой половинок корпуса. Для корректного выставления этих деталей были применены самые обычные резиночки, выставлены подогнанные детали и затем уже проливались жидким клеем для пластиковых моделей, конечно же. Как можно наблюдать, по итогам стыковки имеется куча неровностей, сдвигов стыков и даже щели. Поэтому все это дело придется шпатлевать и затем шкурить. При этом важно сохранить рельеф и ту немногочисленную деталировку, которая на ней имеется. В разные собранные и прокрашенные полости были распиханы кусочки, губочки, чтобы не повредить краску, чтобы туда не залетала пыль. Ну и конечно же это пригодится в самом процессе покраски, чтобы не закрасить уже покрашенные детали. Все, модель собрана, зачищена и теоретически готова по следующему процессу покраски. Было решено начать с окраски остекления. Владимир решил красить фонарь и прочие прозрачные детали прямо на литниках. В некоторых случаях это гораздо более удобно, чем красить деталюшки у себя в руках. После покраски фонаря посадочные места еще раз были зачищены и подогнаны. И затем стеклышки устанавливались на место. Затем уже с помощью модельного скотча были изготовлены самодельные окрасочные маски. И спрятана та часть остекления, которая в конечном итоге должна остаться прозрачной. После установки фонаря настал черед внешних навесных деталей, в частности пилонов, на которые можно повесить различное навесное вооружение. Штатные блоки с неуправляемыми ракетами выглядят довольно убого и по чесноку там требуется высверливание отверстия в направляющих под ракеты. Поэтому вполне возможно, что эти детали будут демонтированы. Небольшое количество мелочевки также должно быть установлено на модель. Мелочевка немножко замылена, имеются следы облои, поэтому все это надо подчищать. Немного перепилен и доработан был ротор винта. Из кусочка проволоки были сымитированы шланги на роторе несущего винта Mi-24. Небольштатно он выглядит довольно простовато. В качестве первого слоя краски был выбран вот такой вот лайм. На самом деле цвет авиационной грунтовки. Сделано это для того, чтобы в последующем проявить скалывание краски как раз до этого грунтовочного слоя. Чтобы реализовать эту технику сколов, модель была укрыта слоем такой вот жижицы чиппинг. Похожую жидкость я применял на своей модельке Т-34-85, на которой рисовал зимний камуфляжик. Кто хочет, может посмотреть на канале. Поверх этой жижицы был задут цвет камуфляжа зеленый. Затем были налеплены такие вот колбаски из материала под названием Patofix. Такая вот маскировочка позволяет дуть второй цвет камуфляжа, в нашем случае желто-коричневый. И что важно, сделать четкие границы тех самых камуфляжных пятен. Вот такой вид модели получается после снятия маскировочных колбасок. По-моему цвета хорошо подобраны и модель приятно смотрится уже на этом этапе покраски. Затем применив, скажем, жесткую кисть смоченной водички, можно сцарапывать, щухивать камуфляжные цвета до цвета грунтовки. И получать тем самым различную степень ободранности модели. Затем можно заняться покраской мелочевки. Детали хвостового и несущего винтов, роторов, сами винты и так далее. Здесь применялись в том числе краски металлик. Мне особенно понравилось, как вышла подвижная установка У-23 с автоматической пушкой ГШ-23. Потертости прям огонь. По поводу колес пару слов. Штатные пластиковые колесики были расплавлены раскаленным металлическим предметом типа отвертка. И таким образом сымитировано состояние спущенных колес или колес под нагрузкой. Затем они были, конечно же, покрашены. Ровно как и стойкие шасси. Да, кстати, по поводу блоков с неуправляемыми ракетами. Штатные были заменены на блоки от модели вертолета Ми-8. И, собственно говоря, возможно они все-таки будут ставиться на модель. Но в таком случае я бы рекомендовал высверлить там все-таки отверстия в направляющих под ракеты. Покраска лопастей это также небольшое искусство. Здесь применялись и обычные акрилы, и металлики, и методы сухой кисти, и смывка, и куча всего остального. Сами лопасти будут установлены на модель, конечно же, в самом конце, даже после изготовления диорамы. Иначе они будут всю дорогу отваливаться, мешать и ломать другие детали на модели. После покраски модели она была покрыта глянцем. И, соответственно, далее нанеслась смывочка и декали. Из покупных декалей от бегемота были использованы опознавательные знаки под украинские ВВС. После декалей сверху еще было нанесено некоторое количество разнообразных эффектов. Масляных красок и прочей химии. Все это дело должно было сымитировать износ, выгорание, подтеки, ржавчину поверхности вертолета. У меня бы так, наверное, не вышло. Ну, или бы вышло, но с большими потугами. В самом конце все это добро было вскрыто слоем матового лака, ибо изношенный вертолет, да и вообще, не должен сильно блестеть. А все детали, которые ранее были собраны и покрашены отдельно, сейчас клеятся на модель в единое целое. И, наконец-то, можно подвести итоги по этому видео. Фух, немножко замахался кадрировать и отсеивать 400 плюс фоток для этого видоса. Но, думаю, оно того стоило. Итак, модель готова, и, честно говоря, она мне понравилась. По легенде, вертушка, которая, похоже, уже никогда и никуда не взлетит, и оставлена где-то на задворках неизвестного аэродрома. Диорама по этой модели уже прямо сейчас в работе. Поэтому обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть процесс ее постройки. Там будет, кстати, не только вертушка, но и другая техника. И где-то сейчас, в конце видео, будет пару фоточек всей химии клеев, которые использовались для стройки этого вертолета. Спасибо Вове, что поделился с нами фотографиями процесса сборки. Заглядывайте на его страничку в Инстаграме. Ну, а вам, конечно же, дорогие зрители, спасибо, что пришли, посмотрели и поддержали этот видос. Кому интересно, может прожать подписку, колокольчик, все дела. Это очень важно для того, чтобы канал не проседал. Хотя вы и сами знаете, что наличие колокольчика сейчас не гарантирует того, что вам придет уведомление от Ютуба. Поэтому самому приходится лазить по каналам и смотреть, а какие же там видосы вышли. Ну что ж, удачи вам, всего доброго и пока. Субтитры сделал DimaTorzok